Как теоретически даже можно было 40-тысячной группировкой взять многомиллионный Киев? Никак. И такой задачи не было, поэтому не было даже никаких попыток штурма. Что Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто в Гастомеле уже были, везде были, взяли фактически, да? Мы, во-первых, долго шутили про украинскую армию, и как-то теперь многим не до шуток. Мы шутили про американское оружие, скажу тебе, ну как бы после достаточно близкого знакомства с Хаймерсами и со 155-ми снарядами. Ну как бы не очень смешно. Привет, друзья, я Григорий Герман, и на этой неделе я приглашаю вас в наш бар над пропастью Волжи, название которого с пугающей четкостью гугл-карты описывает нынешнее положение граждан Российской Федерации. Да, мои маленькие любители пропаганды, геопозиция довольно точна. Именно над пропастью, пропастью экономической, политической, социальной стагнации и в окружении лжи. Бармены и официанты тут многоопытные и изобретательные. Более того, бар над пропастью Волжи предлагает своим посетителям, которым являются все граждане Российской Федерации, сидящие перед телевизорами, и обширную развлекательную программу. Тут у нас чрево-вещатели и танцы с писателями. И даже армянка-предсказательница Рита. Коктейли тут креативно замешаны на лжи и манипуляциях. С истериками, легкой ноткой запугиваний. В общем, все такое вкусное, что надо не пропустить ни малейшего нюанса. Поэтому мы будем разбирать весь этот бред с украинским магистром политической и миксологии Борисом Тизенгаузеном. Поехали! Лучшая пропагандистская пятерка! Для начала, друзья мои, пройдем на бар, где не покладая чаевых в карман, работает семейная парочка Скобеева и супруг. Если в течение многих лет эта парочка специализировалась на коктейлях из серии «Победное пойло», то в последние недели они перешли на более соответствующий моменту коктейль «Русская тоска». В его приготовлении используются исконные русские ингредиенты, главным среди которых является деготь. Добрая ложка дегтя по большому счету превращает любой коктейль в русскую тоску. В этот раз экспериментировали с одним из любимых рашистских коктейлей «Большая геополитика». «Большая геополитика», «Партнеры», «Мировое влияние», «Международные связи», «Мы сильные», «Мы мощные», «Россия – геополитический лидер». К ее мнению все прислушиваются, все вынуждены с нами считаться, потому что «Раися» – это сила, «Раися в перде». Но Женя Скобеев мастерским отточенным движением вот прямо из-за спины добавляет в бокал ложку дегтя и вуаля – русская тоска на пятом месте нашего рейтинга. Партнеры, критическая масса вот этих партнеров, она станет решающим в данном вопросе, как минимум в ближайшее время с учетом поставки энергоносителей. Поэтому как бы это все к чему? Ограниченная группа партнеров. Это то, к чему мы пришли, понимаете? То есть там, условно говоря, пять партнеров по миллиарду лучше, чем один на пять миллиардов. Но маемо-шумаемо, как говорят украинцы. Это один на пять миллиардов. Старик Скобеев, будучи, не знаю, инфицирован вирусом правдолюбия, горько заметил, что партнеры – это, конечно же, хорошо, только вот партнеров в России маловато, раз, два и обчелся. И как тут не уподобиться известному всему правдолюбию с вопросом – а что же случилось? А кто же все это сделал? Да, и причем хочу сказать, что все меньше и меньше этих партнеров становится. Даже те, кто, ну, скажем так, продолжают торгово-экономические отношения, фотографировать, то есть ладно торговать, точнее не так, не торговать, а выкупать у России за бесценок ресурсы, потому что другие не покупают – это одно. А вот на совместной фотографии стоять и ручки жать – это другое. Собственно, наверное, так посчитал индийский премьер-министр Моди, который отменил встречу с Путиным, потому что, ну, не очень хочет репутацию себе портить с совместными фотографиями. Да, все меньше и меньше. Причем Россия, в принципе, делает для этого больше, чем, ну, даже как-то подталкивает себя к изоляции. То есть, например, Путин же мог и не говорить накануне, что да, это мы бомбим энергоинфраструктуру, но потому что они крымский мост, значит, бомбим. Он же мог не говорить, но сказал. То есть, он просто кайфует от того, что вот он такой пока еще, по его мнению, всемогущий. Хотя мне кажется, что вот эти абсолютно классические дипломатические поджопники, которые ему партнеры по ОДКБ раздавали, заставляли ждать, там, сажали его куда-то не туда и так далее. То есть, ты уже должен понять, что те, над кем ты раньше издевался, кого унижал, уже они тебя, ты уже не серый мощный волк, ты старая пляшивая гена, которую как бы пройти и не пнуть, но это как бы неправильно. Все сейчас отдают Путину долги с того времени, когда, в общем-то, он всем мог позволить себе всех оскорблять и унижать. А ведь на этой неделе, напомню, к Казахстану, который в последнее время довольно показательно, когда есть для этого возможность, показывает свое отношение к Путину и к России, добавился еще и Узбекистан. То есть, Узбекистан отказался создавать с Россией некий газовый союз. Это даже не туркмены, это Узбекистан. Это, мне кажется, что где-то близко самая вершина лондонского дна. Очень близко. И была, ну, я думаю, что, может, немногие обратили, но в Казахстане эта новость вообще вызвала прям реальные волнения и ненависть. Когда посол России в Казахстане по фамилии Бородавкин сказал, что я наблюдаю в Казахстане националистические настроения русофобские. Если надо вам с этим помочь, то мы вам поможем. И тут казахи просто уже просто сказали. Да вы вообще там один из известных бизнесменов казахских сказал. Чувак, мы тут всю казахскую степь трупами ваших мобиков усеем. Ну, то есть, они все равно продолжают играть в игру великая титульная нация. Все остальные ее кормят, обувают, и, значит, над ними мы смеемся. И, кстати, эта тема вообще, ну, то, как россияне, россияне, да, видят другие народы и другие национальности, это вообще, ну, абсолютная дичь. То есть, они через какие-то свои там шоу-программы, КВН и прочее просто выставляют остальные нации идиотами полнейшими. То есть, казахи, грузины, армяне, там, это вообще, над ними только смеяться можно. Вот, но мы великие, мы, значит, посмеемся. Самое интересное, что многие, как бы, и казахи, и армяне, и грузины, которые у них там в этих КВНах и стендапах играют, они этой истории подыгрывают, они сами, ну, типа, так вот можно, да, делать? Ну, в общем, поэтому... Потому что для каждого конкретно это приносит очень неплохой финансовый конкретный гешефт, да? Ради этого гешефта, ради красного словца не пожалею и отца. Да, совершенно верно. Поэтому газовый хаб с террористом, а тут, наверное, знаешь, не просто даже в репутации России Путина дело, а дело-то в том, что не дураки, не дураки сидят и принимают эти решения об отказе, потому что риск попасть под вторичные санкции, создав с Россией газовый хаб, очень велик. Ты помогаешь России обойти санкции, да? Кто не покупает, типа, теперь наш, мол, какой-то там, давайте казахский газ там купим, ну, просто он в хаб из России заходит. Конечно, они не дураки, сказали, «Россия, нам, как бы, репутация на рынке мировом в целом дороже, чем вот эти прибыли от твоего газа». Да. При том, что вот сейчас я бы хотел сделать одно такое заявление, да, да, когда я приводил пример Узбекистана, я имел в виду именно узбекское государство, которое в течение очень длительного времени было, ну, практически в вассальном положении по отношению к России, да? И финансово, и экономически, и с военной точки зрения. Вот сейчас даже это государство показывает России ее место на международной арене. А поэтому, да, Жень Скобеев, вот так вот с партнерами будет еще хуже, причем в течение ближайшего времени, готов кислое лицо. Да, кислое лицо, и венграм приготовятся, как говорится. Да, да, кстати, с венграми очень интересная ситуация, потому что у венгров, у единственных из Евросоюза, сейчас начинается топливный кризис. То есть Венгрия – это единственная страна, которая ни в коем случае, ни под каким видом, ни под каким способом не принимала участие в санкции против амориологического сектора России. И это единственная страна в Евросоюзе, у которой сейчас начинает развиваться топливный кризис, и признает даже власти Венгрии. Какой удивительный пассианс. Кто бы мог подумать, что же произошло не так? Не так произошло, потому что задолбали шантажом. Ну ладно, сам Евросоюз сам виноват, что такую модель голосования придумал, где все должны единогласно одобрить какое-то решение. Но просто-напросто одна маленькая Венгрия стопорила все санкционные пакеты, инициативы. Ну и в Евросоюзе поняли, что может мы им просто денег не дадим теперь. Ну у нас они такие умные, российский газ по дешевке закупают, потолок цен устанавливать не хотят, как все. А вообще, может поставим вопрос, а они Евросоюзу какую пользу приносят? Может есть как бы Украина, которая достойна туда зайти намного больше? Ну я сейчас не применительно к венгерскому народу говорю, а применительно к венгерскому правительству такому, прям, мягко говоря, пророссийскому. Да, и это еще один пример того, что Россия, каким бы ее партнером ты ни был, на какие бы там пульпиты и перебывания в воздухе ради дружбы с Россией ты ни шел, Россия тебя всегда кинет. Она кинет тебя, либо не предоставляя помощь, либо потому что она не может тебе никоим образом помочь. Потому что до этого они раздували щеки, а когда пришло время выпустить воздух, выяснили, потому что нет ничего, нечем помогать. Извините, ничем помочь не можем. Возвращайтесь домой, живите прежней жизнью, вам позвонят. Идем дальше. Тут в черно-красном углу, в неровном свете, обычно восседает магистр языков романо-германской группы, диплом купленный, понятное дело, человек с самыми большими в мире щеками, Рудольфыч с друзьями. Но сам магистр сейчас откинулся на спинку дивана, потому что вещает его друг. Друг, кстати, считается в России писателем, что является иллюстрацией, деградацией определенной части русской литературы. Ну, по крайней мере, той части русской литературы, которая осталась в Раисе. Где-то там существует Акулин, существует Шендерович, а где-то здесь в России Захар Прилепин, человек-батальон. Писатели вообще по определению известные фантазеры, но как-то большинство писателей не стремится превратить свои фантазии в реальность. А вот Прилепин попытался, создав в Донбабве свой потешный батальон и возмутив тем самым реальных бандитов и сепаров, гнивших в окопах. Поскольку батальон Прилепина отличился только одной спецоперацией – захватом номеров в одном из отелей Донецка. Откуда возмущенные донбабвийские воины их с позором потом изгнали? Как там батальон поживает, кстати, Захар? Ну, а в ответ только высокопарный бред на самые разные темы. Сегодня в топе на четвертом месте сентенция о демократии в России, которая напомнила мне старый советский анекдот. В наши дни этот анекдот может звучать вот так. Россиянин и американец спорят, в чьей стране есть демократия. И американец говорит, я вот могу выйти к Белому дому в любой момент и громко крикнуть «Байден, поц!», на что россиянин отвечает «Ха-ха! Я тоже могу выйти на Красную площадь в любое время и крикнуть «Байден, поц!» на четвертом месте. Потому что, я вообще не иронизирую, они реально испорчены уровнем российской демократии. Совершенно запредельным, беспрецедентным. Они настолько привыкли трепать языком, невзирая ни на что. Вот здесь, у нас. Этого нет ни в Германии и не было никогда. Ни в Чехии, нигде. Тем более в Великобритании, тем более в США. Прилепин, один из наших с тобой любимцев, Захар Прилепин, возмутился прямо тем, что российская молодежь, она просто испорчена запредельным уровнем демократии в Российской Федерации. И тут я, честно говоря, понимаю, что как писатель он не очень, а как фантаст, наверное, хорош. Да, он и как писатель, и как человек – говно. В общем, по Прилепину. Дело в том, что когда диктатор сидит во власти два десятилетия, у него абсолютно развязываются руки. Кстати, это миф, что там россиян пытаются, как Путин пытается что-то объяснить россиянам, как-то повлиять на них. Ему вообще плевать уже давно на эту биомассу. Как он скажет, так и будет. Надо всех мобилизовать, пойдете, побежите, отловим вас. Вот, ничего, никуда не денетесь. Так вот, режиму всегда нужны такие цепные, отбитые псы, как Прилепин. То есть он создает, он же не глупый человек. Как правило, все пропагандисты, они люди не глупые. То есть есть, конечно, вот такие вот люди, они тоже нужны. Но вот такие, как Прилепин, они нужны для того, чтобы оправдать или хотя бы внести на обсуждение, ну, не на обсуждение, а на предупредить где-то в инфополе, что будут вводиться вот инициативы, которые абсолютно уничтожают, не знаю, там, убирают, снимают последние остатки какого-то права, каких-то базовых свобод. Это запредельный уровень демократии. Вот если завтра, они же сейчас начали все перещать про верните смертную казнь. Если завтра Прилепин скажет, давайте вернем смертную казнь, Госдума там проголосовала, смертную казнь вернули, и на площади, а, причем вернем смертную казнь, казнить будем кувалдой, да, как Пригожин и Людор, те будут счастливы. Вот большинство россиян будет счастливы. Вот это убийство, потому что чем хуже ты живешь, тем более кровожадный ты становишься, потому что ты не можешь на реального, ну, виновника плохой жизни открыть свой рот, на Путина. Но тогда тебе надо куда-то эту энергию выплесли, она у тебя копится, копится, и вот когда тебе дают какое-то зрелище, казнь прилюдную, то для рядового россияния это будет выход. Вот прям выход во всех смыслах. Выход эмоций, выход... Поэтому такие, как Прилепин, нужны, такие, как Соловьев, нужны, которые орут, верните, смертную казнь. Такие, как Медведев, которые орут, весь мир в ядерный пепел, нужны. То есть это маяки на самом деле такие, да, насколько я понимаю? Это маяки, которые говорят, которые несут в массы тезисы, которые потом будут реализованы. Совершенно верно. И это люди, которые создают образ Путина как мягкого и доброго. Путин же сам не говорит подобные вещи. Он такой дедовской, такой вот доброй улыбочкой улыбается. И говорит, ну, мы там, мы, цап-царап, там что-то там вот так вот. А все остальные Прилепины и Соловьевы, они будут как раз вот эту дичь выносить, и дальше Госдума будет ее принимать. Ну, при том, что смотри, как интересно. Эти же два тезиса, они появляются где-то приблизительно одинаково. Тезис о введении смертной казни за какие-то, пока что непонятно за какие преступления в Российской Федерации. Плюс тезис Прилепина о том, что слишком много как-то демократий. То есть, насколько я понимаю, все это будет вести к тому, что либо полностью абсолютно... Они же как-то демократии... У ПТС по демократии, они имеют в виду не способность народа менять власть, собственно, через выборы, демократии. Они имеют в виду свободу даже изъявления собственных мыслей. То есть, когда он говорит о том, что слишком много демократии, он говорит о том, что нужно урезать свободу даже существующей нынче в России изъявления своих мыслей. То есть, никаких комментариев в соцсетях, никаких разговоров между собой, никаких обсуждений политической ситуации. За нарушение расстрела? Такая схема. Да, и вот эта фраза «под страхом смерти», мне кажется, что может быть каких-то еще оппозиционеров, ну, и остатки там есть какие-то, их не пугает, например, то, что их могут там какое-то посадить. Например, Навально, да, он же прилетел, он знал, что его посадят. Но вот то, что его казнят, убьют, может быть, и это будет... Ну, то есть, больше человеку нечего бояться, кроме как, ну, дальше смерть уже ничего. Вот, и я думаю, что сам факт того, что смертная казнь возвращена, сам факт вот этого, он будет вообще окончательно нивелирует, уничтожит даже остатки оппозиции, они переберутся в другие страны, будут оттуда вещать. Но ты сам прекрасно понимаешь, что такое заграничная оппозиция. Конечно. Это в эмиграции не то. Это вообще не то. Эмиграция, то есть, оппозиция в эмиграции, это даже не власть в эмиграции, да, потому что во время Второй Первой войны существовало польское правительство в Лондоне, да, там, чешское и так далее. Но российская оппозиция в эмиграции это даже не правительство. Это просто сотрясательство воздуха в большом своем количестве, в основной мастерстве, из-за измечениям отдельных персоналов. Дальше переходим к месту почетных трофеев нашего бара над пропастью во лжи и берем в руки бронзовый сливной бачок. Приз за третье место нашего рейтинга «Лучшая пропагандистская пятерка» получает группа экспертов Лабухов за кавер на тему «Трибунал или не трибунал». Выступила эта группа на характерной зеленой сцене шоу «Место встречи». Вообще, вот уже несколько недель эта тема «Трибунал или не трибунал» является хитовой для пропагандистской тусовки. На эту тему высказывались, ну, признанные хитмейкеры, такие как Симоньян, «Скобеева». И, как всегда, после того, как хит прозвучал, там сорвал аплодисменты, груду наград, начал потихоньку сползать с вершины, его берут в оборот камер-группы и начинают сначала просто копировать, ну, на волне еще, а потом, когда пропускать через себя. Так что выходит иногда даже интереснее оригинала. Вот так как в пропагандистском мире время жизни хитов намного меньше, чем в мире музыкальном, цикл тут намного короче, буквально неделя, максимум две, и вот, кажется, еще не успела затихнуть эхо голоса Олечки Скобеевой, вопившей «Отвечать будем все!», как на шоу Норкина и Трушкина уже прозвучала своя версия. Как по мне, намного более интересная. Потому что правдива. В Международном уголовном суде можно рассматривать дела отдельных военных преступников, но люди, занимавшие высшие государственные должности, могут объявить о своем иммунитете. Так вот, нужно создать специальный трибунал наподобие Нюрнбергского, чтобы можно было судить тех людей, которые формально имели иммунитет. Опять же, наподобие Нюрнбергского. Охранеть! Вот в этом управлении... Я просто в Валене, потому что он издает такие звуки, что мне уже некомфортно. Да, ну, потому что сейчас говорят какую-то ерунду. Извините, вы приводите Нюрнбергский трибунал, трибунал по бывшей Югославии. Не забывайте, пожалуйста, что это трибуналы, которые организовывали победители над проигравшими или над сдавшимися. У нас пока нет ни победителей, ни побежденных. Вот именно. Поэтому никаких Нюрнбергов или Сург по Югославии не будет. Сейчас, сейчас, сейчас. В том случае, если Россия не капитурует, как хотят некоторые товарищи с той скамейки. А этого не будет. Дмитрий, подождите, пожалуйста. Я же говорю, пожалуйста. Спасибо большое. Опять тема трибунала. Опять тема трибунала и опять очень четко, между прочим, была освещена только что тема трибунала. Потому что этот трибунал будет касаться исключительно отдельных лиц. Лиц, которые принимали решение. Причем в этом. Речи об иммунитете, на который имеют все правители, не идет. И о том, что трибунал так и будет, если Россия проиграет. Я бы поменял одно слово. Если на когда. Да. Когда Россия проиграет. То есть вот эта жалкая попытка, причем синхронно Симоньян и Скобеевой, всем сказать, что если Россия проиграет, мы все пойдем под трибунал, имея в виду рядового россиянина. Значит, она как-то не очень удачна. Надо было лучше готовиться пропагандистам. Халтурят они. Дело в том, что это была попытка помазать кровью всех, даже тех, кто там где-то в глубинке живет и может не сильно как бы Путина и поддерживает. Или не в глубинке, неважно. То есть сидеть на скамье подсудимых будут, будет военно-политическое руководство, будет армейское руководство и будут пропагандисты. Все, как было с нацистами в гитлеровской Германии. То есть будут и дальше они будут, соответственно, уничтожены. Ну, или не уничтожены. Сейчас более гуманные времена. Ну, в общем, как это, деклассированы. Значит, но я бы здесь сказал, вот когда задают мне вопрос, а что ты думаешь, что каждый россиянин причастен, значит, к режиму, там, может, они не поддерживают. Я скажу, и не только там своими налогами они спонсируют, да, эту войну, но и с их молчаливого согласия Путин поверил, что он сверхчеловек. С их молчаливого согласия рядовые россияне не находят на улицах какую-то альтернативную точку зрения. Поэтому даже когда мне говорят про оппозиционеров, либералов, там, кого-то еще, все равно история с дождем показывает, что нельзя соединить российского либерала от российского народа. И нельзя из него выбить, вынуть вот эту имперскость в том числе. Для либерала Россия это империя, только она свернула не туда с Путиным и все. И для либерала, опять же таки, повторяю, возвращаясь к истории с дождем, насильник, убийца, он все равно продолжает оставаться нашим солдатом, нашим мальчиком, которому необходимо помогать. Вне зависимости от того, что он является оккупантом, убийцей, насильником. Да, просто они все пытаются отсоединить российский народ от Путина, но в наших солдат на фронте стреляет не Путин лично, стреляют вот те самые мальчики, которым теплые носочки журналисты дождя хотели собрать. Вот и все. Поэтому, что может сделать российский либерал для того, чтобы просто сказать, никакие они не мальчики, он должен сказать, я хоть и родился русским в России, россиянином, я отрекаюсь от этого народа, может быть, потом, потом, когда-то, когда страна поменяется, люди свергнут Путина, или что-то еще произойдет, но каждый человек, который поехал туда по мобилизации, не знаю, или там пошел на выборы, проголосовал и еще что-то, каждый человек это винтик в режиме Путина. И пособник режимов, именно поэтому я считаю, что все, практически все россияне должны страдать от санкций, от дискомфорта, от тревожности, от всего чего угодно. Это не потому, что мы кровожадные, просто мы не хотим, чтобы еще раз это повторилось. Это повторилось уже несколько раз в течение последних 100 лет, но для того, чтобы это не повторилось дальше, каждый россиянин, практически как каждый немец, должен на собственной шкуре, на собственном кошельке и на генетическом уровне прочувствовать, что нападать ни на Украину, ни на Грузию, ни на кого из своих соседей ни в коем случае нельзя, потому что это очень-очень больно. Так, ребят, я вам обещал сеанс ясновидения и предсказательства от армянки Риты. Ну так, дождались? Хотя стоит признать, что гадалка она так себе. Ни тебе магического шара, ни карт Таро, вон даже у Кивы есть своя карта. У Скобеевой вообще целые магические экраны и магический пол в студии. Очень крутой, кстати. Предсказательница Рита работает на доверии и силе своей харизмы. И, судя по размеру особняка и состоянию счета в банке, прекрасно работает. Ведь у гадалок такого пошиба критерием успешной работы считается не процент сбывшегося из предсказанного, так сказать, дебет с кредитом предсказаний, а исключительно дебет с кредитом банковские. Клиенты, кстати, не против. В этот раз армянка Рита решила проникнуть в будущее. Словно граф Клеостр, в известном всем фильме она переместилась в грядущее, собрав бабло с доверчивых. Там в будущем она увидела только два варианта развития событий. И оба раза промахнулась, потому что ни один из этих вариантов нереален. Первый озвученный ею вариант невозможен, потому что Украина освободила все свои земли и всех своих граждан, находящихся сейчас в аду российской оккупации. А второй вариант потому что развязать Третью мировую войну России не позволят не только страны антипутинской коалиции, но и те, кого Россия ошибочно считает своими партнерами. Я, честно, имею в виду не бородатых мужиков в этих, в чалмах или корейского щекастика. Я имею в виду Китай и Индию, готовые в случае реальной угрозы быстренько настучать нерадивому карлику прямо в дыню. По той простой причине, что выхода из этой ситуации два. Выход первый. Они оставят наших людей в покое и дадут нам вместе с нашими людьми, с русскими людьми, ориентированными на Россию, которые десятилетиями находились в заложниках Украины, вместе с ними они дадут нам строить нашу новую Россию и оставят их в покое. Все наши новые регионы оставят в покое, перестанут их бомбить, перестанут на них претендовать. Выход второй. Это, собственно, и есть третья мировая. Если они не отступятся, они бы ломанутся на наш Крым, а мы что будем делать? У кого задрожит рука над этой кнопкой, если ценой будет потеря нашего Крыма? Я не могу себе представить. А выхода ситуации от Марго Симоньян почему-то только два. Она увидела либо мы освобождаем наши земли, освобождаем наших людей, позволяйте там, освобождаем наши земли, это имеется практически территория Украины, ну или те части, которые сейчас пертаны, да, Херсовская Запорожская область, и живем там с нашими людьми, с такими нашими людьми, так как мы хотим, либо начинается третья мировая война. Я, например, вижу третий вариант, еще один, Россию проигрывают и перестают существовать. Как по мне, это самый надежный вариант. Да, но они же упорно его не видят, хотя уже начали про него говорить. Стадия принятия поражения уже началась. То есть моделируются значит ситуации, что вот если вдруг проиграем, то вот все сядем. И, кстати, это показательно. Дело в том, что еще два месяца назад на ток-шоу пропагандистских человеку, который хоть заикался о том, что Россия может не выиграть в этой войне, ему затыкали рот, его там... Заблювывали насмерть, да. Да, да. Вот. А сейчас он как? Дальше, дальше стадия какая? Дальше, ну, смотрите, может, там, мы-то против НАТО, против всего мира, его потенциал-то разный, он сколько у них, сколько у нас. Поэтому нам, вот у нас есть три плана капитуляции, какой вам больше нравится? Вот, телезрители, голосуйте. Вот такой вот следующий. Это тоже. Это, это да. А что касается либо Третья мировая война, либо мы побеждаем, либо, так давайте, ну, хорошо, Третья мировая война, это, я так понимаю, это против НАТО война. Значит, если мы реальный военный потенциал возьмем Альянса, то, если они нам даже не сами, а просто поставят его нам сюда, в Украину, то российская армия продержится здесь, ну, наверное, там, несколько дней до полного уничтожения ее, потому что, там, 20 Хаймерсов, которые у нас работают успешно и заставляют россиян бежать, только у штатов этих Хаймерсов, там, по-моему, свыше 400. Вот представить на секунду, представь себе, 100 Хаймерсов заехали дополнительно сюда. Переломят это, конечно, самолеты нам дадут, да пусть даже эти F-16, танки сюда поедут, флот, я уже молчу про флот, которому даже заходить никуда не нужно, он просто вот оттуда ракеты дальнего среднего радиуса длил. Симоньян правильно сказал, либо мы, значит, проигрываем, не, либо мы побеждаем, либо Третья мировая война. Третья мировая, это вы, вам кранты. Значит, вам и так кранты, то есть у них два варианта, они проигрывают, или Третья мировая война. Оба варианта, им, как бы, хана. Все, они это понимают, прекрасно, Симоньян тоже же не идиотка. Хотя иногда, значит, порой диву даешься, как ее мажет. Это, кстати, вот это неустойчивое психоэмоциональное состояние российских пропагандистов, которые периодически срываются. Это очень заметно, потому что внутри у них совершенно другие мысли роятся в голове. Да, именно это является источником вот такого вот нестабильного психоэмоционального состояния. Ну а на первом месте прямо перед золотым сливным бочком сидит в свете софитов великий мастер лживой миксологии. Отец всех барменов, бывший филиппинский бизнесмен, в свое время понявший, что быть владельцем заводов и пароходов намного муторнее, чем быть мастер-пропагандистом. И зарабатывать большее деньги, разрываясь от криков теплой комфортной студии, воспламеняясь на редакторов и экспертов, а также вовремя подлизывая, согласно конъюнктуре и требованиям куратора. Мы привыкли видеть эти брови грозно сомкнутыми. Мы привыкли, что из этого рта течет лава истинного возмущения и народного гнева. Мы привыкли к децибелам и плохому немецкому акценту. Но это все напускное, это всего лишь инструмент. Сегодня в топ попадает тонкое движение души Рудольфовича. Потому что о человеке можно судить по тому, кого он считает авторитетом, кто для него является звездой. И вот тут все как-то вот так. Что для меня с 24 февраля совсем другие звезды. Для меня звезды Жога, отец и сын. Для меня звезда Струна. Там целая галактика, Захарченко, к сожалению, ушедшая, Гиви, Моторол. Вот для меня сейчас совсем другие звезды стали. Бандиты, насильники, убийцы, воры, бесконечные лгуны являются звездами для лица русской, российской пропаганды. Да, по большому счету, они для нынешней России в основном, или они, или похожие на них являются звездами. Начиная с бригады. Да, я, кстати, обратил внимание, что вот почему он именно назвал там Моторолу, какой-то там Киви, еще кого-то звездами. Потому что они уже мертвы, потому что они рот свой раскрыть не могут. Потому что из них удобно сделать звезду. Он был, какой-то там образ его нарисовали, этого человека. Он что-то там где-то повоевал, покричал, какая-то обезьяна там на камеру, пострелял по мирным кварталам. И все, и его уничтожили. Кстати, уничтожением вот этих всех персонажей, особенно которые там начинали под сомнение оставить, занималась Человека Вагнер. Это российские журналисты еще после 14-го года расследовали, когда начали они загадочно погибать там в подъездах где-то еще. Да, вот эти атаманы все, которые вдруг решили там немножечко свое мнение высказать. Поэтому звезду из мертвого сделать намного проще. Потому что если делать звезду из какого-нибудь условного Гиркина сейчас, он завтра раскроет рот и скажет Путин нас повел не туда, а ты его уже сделал звезду. меня же накачал его поэтому делают звезды из трупов. Для Соловьева это все понятно. Это же история про чисто советскую героизацию всяких разных персонажей матроса кошку, каких-то детишек, которые сдавали родителей своих Павликов Морозов. Половина из них не существовало. Половине приписаны мифические героические поступки. Матрос кошка поговаривает, что он просто пьяный подскользнулся на дот упал и тем самым. Но нет. Люди, которые добавляют туда историю, что люди, которые умерли, погибли за родину. Вот это важный элемент быть звездой. Они готовят всех, что будут умирать бесплатно. Никаких денег. За родину будете умерть. Ну что же, краткая экскурсия по бару над пропастью во лжи окончена. С дегустацией лживых коктейлей, с развлекательной программкой, для полноты ощущений только драки не хватало, но тут уже, извините, как повезет. На этой неделе без драки, на следующей, не знаю, может, Украина снова настучит по кабине армии РФ, и будет драка среди пропагандонов. Хотя, стойте, я знаю, чего нам всем не хватает. Ну, потому что все-таки одним из самых ярких моментов, самых привлекательных перформансов этого проклятого места являются сольные выступления позывного Шептуна. Его вот этот бесподобный псевдонемецкий акцент, его умение надувать щелки, его левитация над полом в студии, когда реактивная тяга от горящего Тухиса поднимает Рудольфыча на пару десятков сантиметров над уровнем пола. Ради этого зрелища, я знаю, ребят, многие специально посещают этот пропагандистский бар. Я не могу оставить вас без этого удовольствия, поэтому вне конкурсной программы просто на десерт, так сказать, в подарок от фирмы. Даст верховичен судочен даст украиночен райх отказался признавать нацисточен символикой дивизион СС Галичина нацисточен я рейсканцлер Шольц я на саммите Западной Балканы он есть показывать как фогель я птичку летящую заметил удивительный шлемазал все-таки этот Соловьев. На этой оптимистичной ноте мы прощаемся с вами и с баром над пропастью Валжи и с лучшей пропагандистской пятеркой, но не навсегда. Всего лишь на неделю, пока они не наговорят, не натанцуют и не напоют себе на еще один приговор того самого трибунала, которого они так сильно боятся. Боятся, потому что знают, он неминуем. До встречи, друзья, ведь пока они врут, нам есть о чем поговорить.